Салют, друзья! С вами снова держатель микрофона Максим Исайен. Я на золотом матче чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом. Сегодня в Полевском встречается местный северский трубник, который идет на второй строчке турнира таблицы. И лидер чемпионата, спутник из Карпинска, победитель, станет чемпионом области. После первого тайма хозяева уступают в счете 1-2. Сейчас мы за вторым таймом, за самым интересным с вами и посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, рядом, смотри! Поступают трубники 1-3, но не сдаются постоянно в атаке. Есть моменты... Друзья! Друзья есть! Друзья есть! Стравниваем теорский трубник в счет 3-3. Остается играть не совсем много, но все в наших руках. История. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забивает северский трубник, четвертый гол. Проигрывая 1-3, уже ведут 4-3. Остается играть буквально 10 минут. И чтобы не сглазить, не будем говорить, что они уже чемпионы области, потому что спутник очень сильная команда. Могли увеличивать отрыв, но из убойной позиции не попали поворотом угловой. Штанга попал после розыгрыша углового. Два момента за минуту создали трубники, но отмечить так и не получилось пока что. Забивает пятый углового. И теперь уже кажется, что он не выпустит свой северский трубник. 5-3. И вот рядом со мной одни из самых юных болельщиков северского трубника. Летом ходят и на футбол, зимой на хоккей. Как вам сегодня игра, ребят? А вообще... Очень, очень круто. Да. Просто северский трубник забили 4 головы подряд. С счетом проигрывались, еще там 3-1. Дотяну до победы, как считаете? Конечно. Вообще, это просто заслуженная победа. Вообще, мы вообще очень хорошо играли. Мы спутник тоже. Ну так, 50 на 50. Вот еще выход 1 на 1. Да! Завозился, завозился. Не забил, да? Завозился. Три дела еще, да? Не забил 1 на 1. Что за плакаты? Расскажите про плакаты. Здесь я хочу, опять-таки, обменять клюшку на шоколадку. Но, к сожалению, у меня не шоколадка. У меня вот такая вот штука. Вот. Вот. И здесь сейчас почти герб полюско, так у меня просто зеленого не было. Кроме на шар. А здесь у меня, получается, северский трубник, лучший хоккейный клуб в Северной области. И северский трубник это чемпионная. Вот. Итак, северский трубник побеждает 5-3. Становится чемпионом Свердловской области в начале сезона. Мало кто мог в это поверить. После того, что были засчитаны технические поражения, начинали с минус 3 по очкам в чемпионате. И в итоге вот она. Вот она радость наших хоккеистов и болельщиков. И вот рядом со мной после победного матча чемпионского играющий тренер северского трубника Вячеслав Мамочкин. Слава Алексеевич, ну, сами-то верили после первых таких неудачных туров, когда и минус 3 было, что станете чемпионами в итоге? Да нет, ну я в Карпинске случайно проронил такую фразу, как бы оптимистичную, что последняя игра сезона у нас по лескам. И я пошутил с тренером команды соперника, говорю, будем биться за золото. Так и вышло. Ну так и вышло. Сказал случайно, а получилось на самом деле. Ну у нас на самом деле сегодня на характере мы и команде, вот ребятам большое спасибо. И самое главное, я хочу сказать большое спасибо болельщикам. Сегодня давно такого не было, да? Да, русский хоккей у нас все-таки знают, любят. И я доволен, что вот были очень благодарены ему. И приятно было при таких, то что болельщики пришли играть. После первого тайма, когда уступали в счете, что в раздевалке говорили, чтобы удачно так сыграть? Ну, говорили, не было. Или там уже не надо было говорить, все знали, как играть. Почему? Ну, были такие фразы, что надо успокоиться, во-первых. Во-вторых, у нас было моменты много нереализованных. Ну и все равно ребята опытные, должны мы на опыте, ну и должны дожать были. Так и получилось. С победой! Спасибо вам. Вот у нас со мной Егор Лобаев, игрок спутника из Карпинска. После первого тайма вели. Не было такого, что уже расслабились и потом проиграли, нет? Что случилось в итоге? Да не то, что расслабились, просто запустили ряд нескольких ошибок. Решили попробовать играть на контратаках. На летные мячи перешли, к сожалению, у нас это не получилось. Против ветра, как раз, да, у вас получилось? Против ветра, да, в принципе, играли неплохо низом, потом почему-то так вышло, что мы сделали ошибки, будем над этим работать, следующий сезон все покажет. Я так понимаю, за вас большая группа поддержки, приехала даже вот ребенок, да, Живер, наверное? Тут просто еще соревнования проходят детские, первоуральские, родители подтянулись, просто как бы сюда поболеть за взрослую команду. Чувствовала, да, поддержка? Ну да, конечно, без поддержки-то никуда. И так, победив 5-3, Северский Трубник становится чемпионом Свердловской области. Мало кто в начале сезона в это верил, но это свершилось. Поэтому не переставайте верить в себя, верить в свои команды, болейте, ходите на стадионы, и все получится. С вами был держатель микрофона Максим Исаенко. В комментариях не забываем писать, на какие спортивные мероприятия мне еще приехать и о каких спортивных событиях рассказать. Удачи, друзья! Вы чемпионы! Вы чемпионы!